Здравствуйте! В эфире программа Ныне. Обзор событий города и района в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В поисках родной матери житель Ахтубинска приехал в студию Останкино и стал героем программы «Пусть говорят». Ими гордится и школа, и район. Анастасия Шубина и Данил Борисенко вошли в число призеров на конкурсах всероссийского и регионального уровня. В Ахтубинском районе продолжаются мероприятия по вручению юбилейных медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне». На этот раз награждение прошло в поселке Верхний Баскунчак. И обо всем подробнее. Автодорожный мост через Ахтубу начали ремонтировать летом прошлого года. Согласно плану, представленному мэрией, реконструкцию начали не с усиления несущих конструкций, а с замены мостового покрытия. Насколько обоснован такой порядок работ и не угрожает ли он безопасности объекта, узнавала Валерия Астафьева. Этой весной возобновились работы по ремонту одного из главных в городе Ахтубинске объектов дорожного хозяйства. Автодорожного моста через реку Ахтуба, соединяющего заречную часть города с его центральной частью. Ремонт по договору с мэрией осуществляет волгоградская компания «Дорис». Как сообщил нашей редакции ее директор Сергей Рудыкин, работы проводятся согласно графику. Приостановлены они буквально на несколько дней и на следующей неделе возобновятся. В планах компании к июлю завершить первый этап – ремонт мостового полотна. Всего же городскому бюджету новый облик моста обойдется в чуть более 60 миллионов рублей. Это довольно большая сумма, которую сразу изыскать не представляется возможным. Поэтому работы разбиты на три этапа. На первом этапе, который должен завершиться через несколько месяцев, отремонтируют мостовое полотно. На втором этапе, в 2016-2017 годах – опоры и пролетные строения. На третьем, в 2018 году – подходы к объекту. В сети интернета и местных СМИ обсуждается последовательность выполнения работ. Самый популярный и волнующий людей вопрос – почему ремонт объекта начали не с несущих конструкций, конкретно опор, на которых невооруженным глазом просматриваются трещины. Ответ на него мы нашли в документе, выложенном на сайте мэрии. Документ называется «Положительное заключение государственной экспертизы», сделанное автономным учреждением Астраханской области государственной экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий». Так вот, согласно данному заключению, сделанному экспертами, дословно. Опоры в целом находятся в удовлетворительном состоянии, но в их конструкциях имеются дефекты. В частности, те самые вертикальные трещины, которые вызывают массу опасений у жителей города. «Вот, собственно, вот эти трещины, они вызывают большие такие опасения и сомнения у населения». «В каком плане? Что они есть или их нет?» «Что они увеличиваются, эти трещины. Ну вот, согласно вот этому заключению, вроде бы, как бы ничего страшного, да?» «Да нет, ничего страшного. Это их надо ремонтировать. Просто я другой задал вопрос. А сколько раз, с момента строительства моста, кто смотрел эти вертикальные трещины, кроме нас?» «Ну, люди...» «Наверное, люди, надо сказать, что никто не смотрел в течение 10-15 лет. Поэтому эти трещины... Никто не занимался содержанием». «Что ж, конструкции не новые, но прочные, утверждают эксперты и специалисты. Стало быть, и боятся жителям, что мост развалится. Причин нет». «Вы специализируетесь на ремонте мостов?» «Да, это точно». «Да. А в каком состоянии вы вообще нашли наш мост? Вот у вас есть с чем сравнивать?» «Есть. Ну, как я вам скажу, нормальный российский мост, постройки... Каком год без ремонта постройки?» «Ну, лет 20 ему постройки. Вот везде так. Не только на вашем Ахтубинском мосту. Везде ремонтируют, строят, а потом никто не смотрит». «Но вы сделали диагностику?» «Да, сделали, что это ремонтируется». Очередное вручение памятных медалей в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось в поселке Верхний Баскунчак. Из 60 участников, ветеранов войны и трудового фронта, на мероприятие смогли прийти только треть приглашенных. На вручение наград побывал наш корреспондент Владислав Лихварь. «Салдома культуры поселка Верхний Баскунчак почти пола. Не хватает тех жителей, которые не смогли по болезни прийти на свой праздник. Таковых из 60 приглашенных ветеранов третья часть». Открыл мероприятие по вручению памятных наград участникам Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта, заместитель главы администрации района Виктор Меретин. «Сегодня самый знаменательный день, он и для дружбы в тылу связи с наградами. Двойне он знаменательный для меня, потому что высказала такая честь вручить вам медали. Мне тоже родители, и отец, и дед, участники боевых действий, мать, бабушка, участники тыла. Наверное, это еще дать уважение государству вашему плату в общей победе». В составе делегации, кому поручено вручение медалей, Виктор Яковлев, председатель районного совета ветеранов войны и труда, Николай Черменцев, член общественной палаты при губернаторе Астраханской области, начальник Ахтубинской автошколы ДОСАФ России. Поздравляя ветеранов, они оба просили их, как можно чаще идти в школы, рассказывать детям правду о войне, которую пережили. А жителям поселка есть о чем поведать молодым. «Отец был в 62-й армии, у Чуйкова, воевал в Симферополе, в Волгограде и в Кенигсберге. Я приехал сюда, стал работать машинистом». «Я воспитывался у братьев и сестер. Помню, в 42-й год хорошо, началась бомбежка. Станция вверх, наша станция. И мы, и жители поселка все по степям удрали, рыли наподобие землянки, жили там до самого зимы». «На пекарню работала. С вокзала приходила, поезд шел. Женщина одна с ребенком шла, красное одеяло. Мать убили, а ребенок жив осталось. Вот это вот помню». Клавдия Петровна Нестеренко было 8 лет, когда ее с мамой и многими другими людьми из Советского Союза фашисты увезли в Германию. Поместили в концентрационный лагерь, заставили работать. «Вывезли в лагерь, в Германию. Там я работала, носила ящик с песком. Они какую-то, видимо, форму делали. Бомбежки сильные были». Вспоминать о войне узница фашистских лагерей не хочет. «Никогда не забуду». Принял участие в мероприятии Алексей Фурик, депутат областной думы. Он более 10 лет возглавлял тепловозное депо на станции Верхний Баскончак. Жителей поселка называет своими дорогими земляками. «Здесь живут особые такие люди, люди героические. Почему? Потому что на долю этих людей, живущих на верхней посланной части в земле, выполнили очень тяжелые испытания. Они друженики УПУ, они приспечивали фронт хлебом, зерном, продуктами. Другие делали танки, вооружения, самолеты. А Верхний Баскончак делал все для того, чтобы поставлять боеприпасы под Сталинград». Тепло поздравили односельчан, руководителей поселка. Александр Расташкин, заместитель главы муниципального образования, и Антонина Юматова, председатель совета ветеранов поселка Верхний Баскончак. «Я всем вам желаю сохранить свое здоровье как можно дольше. Живите на радость своим детям, внукам, правнукам, и на радость нам, чтобы мы хотя бы на праздниках встречались с вами. А у нас май богат праздниками. Мы будем с вами встречаться. И 9 мая, я всех вас приглашаю 9 мая принять участие в этом нашем большом мероприятии, посвященном 70-летию Победы». По окончании мероприятия самодеятельные артисты Дома культуры дали концерт большой и, судя по аплодисментам, просто замечательный, участие в котором приняли дети, внуки, правнуки, ветеранов, сидящих в зале. Дает команду, препятствий свыше, не обсуждать. Наши сравненье, и так держать, еще раз право, а не раз. Наши сравненье, и так держать, еще раз право, а не раз. С начала года почти 100 детей-сирот нашли новые семьи, сообщает Министерство социального развития и труда Астраханской области. Телефон горячей линии 630 930, сайт ребенок30.ру, который вы видите на экране. Здесь всю необходимую информацию могут найти граждане, которые хотят стать приемными родителями и дать ребенку возможность получить положительный опыт семейной жизни, как это случилось в истории, рассказанной в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Все подробности в материале Татьяны Фоминой. С 2013 года действует масштабный информационный проект «У детей должны быть родители». За это время в Астраханской области более 1200 детей обрели новых родителей. Только за два месяца текущего года в семьи переданы 85 детей. У нас на данный момент на учете в органах опеки стоит 127 опекаемых детей и 67 приемных детей, 69 усыновленных. У нас есть большие приемные семьи, у нас больше всего их в Золотухе. Вот именно в одном селе воспитывается у нас 30 приемных детей. Правительством Астраханской области предпринимаются меры для стимулирования, скажем так, замещающих семей. Ежегодные выплаты на содержание детей индексируются. Вот с 1 января также произошла индексация. В настоящий момент в зависимости от возраста ребенка средняя выплата на ребенка составляет где-то 8,5 тысяч рублей. И средний размер вознаграждения приемному родителю, если это приемная семья, около 8 тысяч рублей. Материальная поддержка замещающей семье сегодня гарантирована. А вот лет 40 назад все было иначе. В то время было за счастье иметь ребенка, и никакие деньги здесь никакой роли не играли. Лишних денег не было, но жаловаться на то, что нам чего-то не хватает особенно, не было основания. О семье Медведевых вся страна узнала из программы «Пусть говорят», вышедшего в эфир неделю назад на Первом канале. Главный герой Антон вырос в приемной семье. Родную мать заменила Екатерина Трофимовна. Пятидневного малыша она прижала к груди и отдала ему всю любовь и заботу. В четвертом классе Антон в сочинении о маме напишет следующее. У мамы доброе сердце, у нее красивые глаза, они очень добрые, ласковые. Мама помогает мне в учебе, читает мне книжки. Я очень люблю свою маму. Моя мама – самый родной мне человек. Николай Борисович стал мальчику настоящим отцом. Будучи военным инженером-испытателем, он много времени уделял работе в Глице-Миничкалово. Воспитал дочерей от первого брака, о приемном сыне заботился как о родном. Мы с ним неразлучны были. Ездили на рыбалку, путешествовали по нашему краю. У меня был мотоцикл. Ездили и под Козинку, и за Петропавловку до самого конца, до самой Волги. Ходил он на занятия в спорткомплексе по плаванию. Тоже научился плавать. Потом мы его водили на каток. Он видел, как я занимаюсь как любитель ремонтным часов. Я старался. Я даже с самого начала, когда мы его взяли, думал, ну, у меня есть, что ему передать, есть, чему научить. Как и отец, военным хотел стать Антон. Но судьба распорядилась иначе. Окончил мои, женился. Раскрывать тайну усыновления приемные родители не собирались. Это сделал кто-то другой. Мысли по поводу долго терзали молодого человека. Он стал искать родных по крови людей. Долгожданная встреча состоялась в стенах телестудии Останкина. На съемках программы «Пусть говорят». Я долго думал, извините меня, я вас люблю, но я решил узнать. Ну, а что я могу сказать? Не узнавай, это его право, правда? Он уже вырос, мы, уже, что, ему 37 лет в этом году вы. Ну, раз вы здесь, вы понимаете, что мы нашли вашу маму. Извини меня. Если вы смотрели передачу, вы поняли, как живут люди. Конечно, на Кубани у нас не принято так жить. Это стыдно, понимаете? Но мы не знаем причины, какие там у них были, и что их до сих пор. Да он такой вот не обмазан ничем, ничего, понимаете? Вот когда он узнал, увидел своими глазами все, то все как-то утихло. Он говорит, ну, я бы поехал сейчас, помог им там, допустим, что-то сделать. Ну, на что я поеду? Когда у меня здесь трое детей, и мне надо работать. Я подошла, поблагодарила ее за мальчика, и обняла ее. Ну, что я могу ей еще сказать? Что вырастила, вот, и все, как говорят. Получился человек, нужный гражданин для нашей Родины. Вот и все. Какие чувства теперь испытывает сам Антон, остается только догадываться. Встретиться лично мы не смогли. Он находится в другом городе. А эта история еще раз подтвердила народную мудрость. Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. И стала своему ребенку по-настоящему родным человеком. После того, как вот это все случилось, они приехали домой, он позвонил и говорит, «Я вас люблю. Вы мои родители». Ну, я говорю, спасибо, сынок. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Русистика. История и современность» для ученицы школы номер 6 Анастасии Шияновой стало очень интересным опытом. Удовольствие доставило не только работу над проектом, но и оценка ее усилий компетентным жюри. Доволен результатами конкурса и еще один ученик этой школы. Данил Борисенко признан лучшим в региональном этапе конкурса «Чтецов. Живая классика». На Всероссийском фестивале «Русистика. История и современность» Анастасия Шиянова представила проект, связанный с творчеством нашей местной поэтессы Галины Карандашевой. Работа рассматривалась в номинации «Литературное краеведение». Организаторы фестиваля высоко оценили старания ученицы 6 Ахтубинской школы и вручили Насте диплом за второе место. Впрочем, сама дипломантка считает, что главное не только высокие результаты, просто она очень хотела рассказать о местной поэтессе, посчитав несправедливым то, что не все знают о творчестве Галины Карандашевой. Во-первых, у нее очень много произведений, которые посвящены родному краю. Во-вторых, ее произведения легко усваиваются. То есть их легко прочитать, их смысл сразу доходит до читателя. С выбором темы для Всероссийского конкурса Анастасия помогала и ее учитель русского языка и литературы Вера Васильевна Журбина. Она отмечает, что успех ее ученицы не случайен. Настя серьезно работала и была оценена по заслугам. Ту работу, которую мы представили с Настей на научно-практической конференции «Русистика. История и современность» – это результат работы Анастасии 2014 года. Когда пришло приглашение принять участие в этом фестивале, мы, конечно же, сдали свое согласие. Потому что фестиваль – это не только показ того, что мы сделали, но это и обогащение опыта. И работа «Круглого стола», а мы принимали участие в секции «Литературное краеведение», показала, что работа Насти действительно заслуживает внимания на высоком уровне. Было очень много вопросов, и жюри по достоинству ее оценило. А вот еще один победитель, но уже другого конкурса под названием «Живая классика». Данил, как и Анастасия, сначала стал победителем на муниципальном уровне, а затем отправился в Астрахань. Фамилия Борисенко хорошо знакома поклонникам вокального творчества Данила. А вот теперь он покорил и новую высоту. Честно говоря, я просто очень люблю заниматься творчеством, поэтому как-то у меня все это переплетается в моей личности. И таким образом я как-то стараюсь поддерживать в себе форму и пения, и стараюсь поддерживать в себе форму литературного человека, если можно таким словом выразиться. Честно говоря, я от себя не ожидал, что у меня получится достигнуть успеха в области литературы, так как в основном моим хобби являлось пение. Но получилось все вот таким вот образом, меня это очень порадовало. На региональном конкурсе «Живая классика» Данил Борисенко прочел рассказ Николая Носова «Федина задача». К сожалению, в рамках информационного выпуска мы не можем пустить все выступление целиком, но даже небольшой фрагмент свидетельствует, что и здесь вокальный талант Данила оказался весьма полезным, да и артистические способности явно пошли на пользу. Так, из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки. Сколько понадобилось морщин для перевозки всей муки, если на каждую машину помещалось по три тонны муки? Пока Федя читал задачу, песня предстулярного советника кончилась, началась другая. И ком на сердце о песне веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песни большие рода. Эта песенка очень понравилась Феде. Он, да, с собой прозадачу и стал приступить к карандашу по столу в такт. Рассказывать о детях трудолюбивых и талантливых всегда приятно. Они – будущее района, региона и страны в целом. И судя по их способностям, будущее – это светлое и прекрасное. Завтра, 18 апреля, на базе гостиничного комплекса «Жемчужина» впервые в истории Ахтубинска состоятся международные соревнования по силовому Троеборью. В спортивном мероприятии примут участие спортсмены Волгограда, Астрахани, Казахстана. Члены спортивно-оздоровительного клуба «Жемчужина» приглашают ахтубинцев на большой спортивный праздник, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторы спортивного мероприятия по силовому Троеборью, которое состоится 18 апреля во дворе гостиничного комплекса «Жемчужина» в микрорайоне Стемной, уверенно говорят, реклама – не только двигатель торговли. После информации по местному телевидению о проведении чемпионата, на который планировали пригласить 50-70 спортсменов, заявки на участие уже подали более 200 человек. Наша школа – очень спортивная школа. У нас занимают призовые места, и многие из нашего класса занимаются спортом. Да и вся школа, в общем-то, занимается спортом и ходит в этот тренажерный зал. И сейчас все мои друзья занимаются спортом и готовятся к 18 апреля. Тут будет соревнование. Тут будут соревнования. Ты готовишься? Я, да, готовлюсь, занимаюсь. Надеешься на победу? Конечно. Все надеются на победу. Я хочу здесь показать то, чему я научился за то время, которое я хожу в качалку. Руководитель комплекса Николай Якименко доволен. Проблем нет, говорит. Увеличим количество спортивных площадок и все. Подготовлены раздевалки, душевые, кафе обеспечат желающих вкусным обедом. Основное количество участников – Ахтубинцы. Те, для кого спорт стал нормой жизни. Тренажерные залы гостиничного комплекса «Жемчужина», наверное, тоже следует назвать так. Ведь спортивный комплекс найти сейчас лучше сложно. Тот, кто пришел сюда хотя бы раз, становится завсегдатаем. А дети вообще самостоятельно отсюда не уходят. С утра до вечера здесь всегда много жителей города, кто желает быть сильным, здоровым. Более физически подготовленная стала. Пришла я, то есть вообще я практически ничего не могла делать физически. Около года результат налицо. Безбросила, да? Да, за год 8 килограмм. Здесь круто. Даже по областным меркам, даже в областных городах таких комплексов нет. Поверьте мне, я кое-что в этом понимаю и была. Поэтому это очень круто для Ахтубинска, вот то, что сделал Якименко. 18 числа, начало соревнований в 10 часов. Добро пожаловать. Будем рады всех видеть. Чемпионат состоится при любой погоде. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Приятных вам выходных, всего доброго и до скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!